Выйти на прогулку, чтобы посмотреть, как Торонто готовится к праздникам. А с кожурой вот этой вот апельсиново-гвоздичной часть заварить. Не сделал селфи с буквами, значит, считай, не был в Торонто. Немножко разврата. Кажется, достаточно мило. Очень вызывающе. Я бы такие не взяла. Ого! Ножка есть. Похоже, должна прийти воспитательница, которая сунет штепсель в розетку. Привет, друзья! Как и обещал, в течение декабря буду усиленно делиться с вами рождественским, новогодним, предпраздничным настроением. Вот сегодня 1 декабря, уже вечереет. Я решил выйти на прогулку, чтобы посмотреть, как Торонто готовится к праздникам. Заодно и вам покажу. Поехали! Точнее, пошли. Вот такой хоровод из елок на Бруксфилд Плейс. Взяли в отцепление. Гружили. Но мы вырвались. Гулять сегодня будем по Даунтауну. Так как из прошлого видео стало понятно, что на набережной Рождеством пока не особо пахнет. Красивые рождественские витрины отеля Фейермонт. И тема такая, прям как надо. Кукин тайм, все дела. Чашечки, тарелочки, вкусняшечки. Все как мы любим. А вот смотрите, какая классная идея для украшения. Можно понатыкать гвоздик в апельсины. И красиво, и ароматно. Надо попробовать так сделать. А главное, украшение можно потом слопать. А с кожурой вот этой вот апельсиново-гвоздичной часть заварить. Все в дело. Или вот из груш можно такую штуковину соорудить. Башня. И вот здесь уже небоскребы. Какие прикольные стройные елки в окружении небоскребов. Черных и золотых. Нарядно. Елка, конечно, искусственная. Но, надо сказать, для уличной елки, такая искусственная, выглядит очень даже симпатично. Знаете, вполне себе натурально. Вот такое волшебное дерево образовалось. По конечках все. Вот там, смотрите, как красиво. Вот такой тоже притаился рождественский садик. Практически у каждого бизнес-центра стоит вот такой вот рождественский горшок. Обязательно еще сходим как-нибудь на елочный базар. Ну, во-первых, мне самому нужно купить. И вам покажу, что имеется. Хочу вам показать витрины универмага Сакс 5-й авеню в Торонто. Каждый год к Рождеству они создают что-то фэшн-фантазийное. В этом году тема «Диснеевская белоснежка», которая исполняется 80 лет. На минуточку. Ого! Бабуле 80 лет, а выглядит очень даже хорошо сохранилось. Ножка есть. Немножко разврата. Колготочки ажурные. Пенсия на горизонте. Она туда же. Очень вызывающе. Я бы такие не видела. Кстати, на усты мотайте. Вот вам прекрасные идеи для новогодних костюмов. О, какая! Роколуха. Роколыща. Здесь такой нарядный рождественский вывод он. Дошли до главной площади, площади перед мэрией. И здесь с сегодняшнего дня, с 1 декабря, вплоть до Рождества, работает рождественская ярмарка с палатками, каруселями. В общем, все дела. Сейчас посмотрим. По периметру площади расположена такая большая длинная терраса, с которой можно наблюдать за всей этой суетой внизу. Ну и отсюда же можно делать красивые видео и фотографии. Сегодня пятница, поэтому на катке, конечно, вообще не протолкнуться. Как здесь катаются в выходные дни, страшно даже представить. Именно поэтому мне нравится тот каток на набережной, который я тоже уже показывал. Там как-то поспокойнее, поуютнее и народу поменьше. Это ключевое. Хотя, конечно, что и говорить, кататься здесь красиво. Со всеми этими лампочками, горящими буквами. Каток абсолютно бесплатный, а вот там можно взять в прокат коньки. Вот там находится прокат коньков. Длинная очередь. Такие ходунки моей маме нужны на коньках кататься. Чтобы она, как в прошлый раз, себе руку не сломала. Покатались мы тогда хорошо. Те самые знаменитые буквы Торонто, которые светятся разными цветами, с которыми обязательно нужно сделать селфи. Не сделал селфи с буквами, значит, считай, не был в Торонто. Невооруженным взглядом заметно, что рождественские украшения на улицах Торонто достаточно скромные. Большие средства из бюджета на украшения города не тратятся. Все делается, как правило, за счет коммерческих организаций, добровольных пожертвований. Поэтому все вполне себе скромно, но, как мне кажется, достаточно мило. Прекрасные ягодные таснировки. Здесь что-нибудь можно выиграть. У меня, честно говоря, проблемы всегда с меткостью, поэтому я даже не пытаюсь. Вот тут образовалась очередь к Санте. Можно посидеть в Санях и загадать желания. Вот желающие. Загадать желания. Кому надоели зеленые, можно купить красную елку или розовую. Какие смешные варежки и рукавички. Надо себе, что ли, такие прикупить? Ассортимент здесь богатый прям. Можно на каждый день подобрать и веселиться. Бальзам для бороды. Серьезно. Почему здесь? Собачьи кости, как это собачьи. Конечно, половина товаров здесь к Рождеству, к Новому году, имеет очень косвенное отношение. Очень. Может, мне нужны такие гетры? Или рукава? Внимание, вопрос. Это на руки или на ноги? Без бокала не разберешься. А ставьте ответ в комментариях. Здесь фадж продают. Рецепт калинового фаджа уже есть в блоге. Ссылочку можно найти под видео. Очень себе рождественский рецепт. Здесь вкусный поп-корн. А здесь продают хвосты бобра. Хвост бобра это такая длинная штуковина с разнообразными наполнителями. Вот какие елки красивые. Какой-то пикник на обочине. Если бы не добрались до леса, можно посидеть у костра на главной площади. А елки-то продаются? Я что-то цен не вижу. Или это просто они здесь стоят? Это разноцветные елки для фотографирования. О, сейчас здесь что-нибудь выиграем. Кто-нибудь выиграем? Бегуа! В приз не попал, но подарок все равно получил. Гулял-гулял и вот очками разжился. А вот это елка на главной площади. Чего-то почему-то она пока не горит. У меня в прошлом году дома была такая же, только масштабирована, размером поменьше. Но такая же пушистая. У меня главный вопрос. Почему все горит уже? Ну, в смысле, огоньками. А елка не горит. Горит? Не горит. Раз, два, три. Елочка горит. Раз, два, три. Елочка горит. Раз, два, три. Елочка горит. Похоже, должна прийти воспитательница, которая сунет штепсель в розетку. Ну, подождем воспитательницу. Розовое небо. Я все приколол. Розовое небо. Одноклассники мои. Небо уже загорелось, а елка нет. И мелочь вот эта даже светится уже. И на копке уже все горит. Давай, кот, кот. Эй, горе! У-у-у! Ничего себе парень предложение сделал только что. На спине НАТПЕСТИ. Я ждал 11 лет, но сегодня тот самый день. Она сказала так! У-у-у! И по этому поводу и елка зажглась. Вот теперь полный комплект. Вот это я понимаю. Вот эта красота. По-моему, от площади мы на сегодня получили все, что хотели Ну и, собственно, прогулка наша заканчивается В завершение хочу вам показать совершенно волшебные витрины универмага Hudson Bay Которые находятся вон там через дорогу Каждый год в своих витринах они создают настоящую рождественскую сказку И этот год исключением не стал Комментарии здесь будут излишни Просто смотрите, наслаждайтесь и заряжайтесь предновогодним рождественским настроением Которого я вам от всей души желаю Не забывайте поставить лайк под видео, если оно вам понравилось Ну и обязательно жмите колокольчик, если этого еще не сделали Чтобы получить уведомления о следующем С вами был Саша Сегодня Торонто Тайм Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok